Привет, это я! Сегодня я вам расскажу об этом вот девайсе. Это DJI Phantom 3 Professional. На данный момент на ютубе нет роликов, которые полностью описывают этот продукт, которые в целом вообще дают понять, стоит ли покупать и тратить деньги на это приспособление или нет. В общем, что здесь есть? 4К камера, которая в принципе офигенно снимает. Естественно, в солнечную хорошую погоду, но даже если пасмурно или недостаточно света, то вообще смысла нет летать. Здесь очень офигенная система стабилизации. Она очень крутая на самом деле. Даже если вот, например, включить его и использовать его без винтов, то у вас есть возможность снимать стабилизацию вот так вот. И самое главное, эта штука летает. И летает довольно-таки быстро. Она не летает на 2 километра, как это сказано на ихнем веб-сайте. Но она летает где-то на полкилометра 100 пугов. В принципе, этого достаточно. По идее, 40 метров достаточно. Но для более эпичных таких видео очень неплохо, когда ты можешь улететь там на 500 метров, причиной на полкилометра. Несколько раз максимально я достиг 1 600 метров. Но это только тогда, когда он летает прямо над этим пультом, когда нет никаких помех. У этого аппарата очень много всяких функций. Все супер автоматически. То есть, чтобы тупо взлететь, ты буквально слайдуешь по своему телефону. Он взлетает. Ты управляешь камерой, управляешь отдельно самим аппаратом. Есть кнопка Home Button. Перед тем, как взлететь, ты настраиваешь геопозицию. И если, скажем, ты его потерял из виду, или просто ты не справляешься с управлением и не догоняешься. Бывают такие люди, ну, что там, девайс, ты разобрался. Но бывают такие, короче, тудни из доголовных, которые, ну, просто не вывозят с этой хуйней. Ну, тогда просто нажимаешь вот этот вот Home Button. Твой фантом возвращается назад в пульту управления. Так что он автоматически приземляется. Здесь вот расположена камера и сенсоры, которые определяют, насколько ли удачное положение для посадки. То есть, он не будет садиться там на груду камней или что-то. То есть, он отлетит и найдет более-менее плоскую площадку и приземлится. Полностью заряженной батареи хватает на 40 минут полета. Я на всякий случай держу у себя вторую батарею, ну, чтобы, если что, там быстро заменить. Для управления контроллером вам необходим смартфон или планшет с установленным на нем аппликейшеном DJI GO и USB кабель. USB кабель подключается к задней части контроллера. Первым делом запускаем контроллер, потом мы запускаем сам дрон и потом запускаем приложение. Для обеспечения максимальной продуктивности я рекомендую вам закрыть все приложения, запущенные на вашем телефоне или таблетке, не важно, что это будет. Ну и запускаем само приложение. Разобраться в нем будет несложно. Зайдите на официальный сайт dji.com, прочитайте все меры безопасности, прочитайте, как управлять им. Эта информация доступна всем и об этом не стоит говорить. Я рекомендую вам сразу приобрести вот такой ранец для удобного хранения вашего дрона, потому что коробка, в которой он идет, быстро разваливается. Но это очень хорошо, сразу ложь на спину, можешь идти в горы, потому что самые крутые видео получаются где-нибудь в горах. Я вам отвечаю. И вот просто оно здесь все очень хорошо укладывается. Здесь вот у меня есть сам фантом, дополнительная батарея, одна вставлена в него вот здесь. У вас есть разъемы для еще двух дополнительных батарей, винты, зарядка, различные всякие чистящие девайсы и так далее. Так как эта игрушка является летающим аппаратом или эйркрафтом в Соединенных Штатах, существуют законы, согласно которым ты не имеешь права летать, то над частной собственностью, вблизи аэропортов, над хайуэями, либо же просто во многих людных местах. Однако же можно пройти регистрацию, получить одобрение, официальное разрешение на то, чтобы управлять этим аппаратом там, где тебе хочется, особенно в больших и крупных городах. А в таком случае ты получаешь лицензию, и ты полностью застрахован на случай падения, если твой девайс, скажем, упадет там на автомобиль или на ребенка играющего где-нибудь в песочнице. Деревья, здания, они все являются препятствием для сигнала. Так же, как и влажность, сильный ветер может просто сдуть его, магнитные поля, скал, или даже просто груды каких-то камней, ты его просто можешь так взять и откинуть. Несколько раз случалось, что у меня просто терялся сигнал, я не знал, где он и что происходит, на экране у меня отображалось такое черное меню. В таких случаях, когда что-то такое случается, автоматически срабатывает у него система возвращения домой, и он начинает постепенно снижаться. Когда он начинает близко к тебе подлетать, у тебя снова появляется сигнал, и в принципе ты уже можешь либо летать дальше, либо посадить его уже сам. Ну и все вот эти эффекты, такие как магнитные поля, ветер, влажность и все такое, это иногда очень затрудняет съемку. То есть ты хочешь снять какой-то эпический кадр, где-то очень хорошо пролететь, но у тебя не получается, потому что, скажем, его отбрасывают в сторону, ну и так далее. Когда ты снимаешь против солнца, у тебя появляются такие черные полосы. Ну и теперь я понимаю, почему, скажем, есть такие дроны, которые стоят 4 штуки долларов, или даже дороже. Я бы не сказал, что этот девайс пригодный для профессиональной, качественной съемки. Но тем не менее, у меня получилось снять несколько нормальных видео. И не устать без пляжа, бумчей пляжа. Субтитры сделал DimaTorzok